Привет. Я Сергей. В эфире очередная передача Игра Онлайн. Сегодня рассказ об игре Демон Слаер 3. Демон Слаер 3, это уже третья игра из одноименной серии. В отличие от предыдущей, где, по сути, единственным отличием от оригинала было появление циферки 2 в названии игры, в третьей части изменения действительно есть. Более того, если быть точным, то примерно 70% игры были кардинально переработаны, а потому название Демон Слаер 3, это не маркетинговый ход со стороны издателей, а действительно новая, самостоятельная игра. Игровой процесс в Демон Слаер представляет собой упрощенную вариацию геймплея из ранних частей серии аэроэсов Мик Тант Магич. Главный герой вместе со своей армией путешествует по просторам фэнтезийного мира, посещая красочные и разнообразные локации. В процессе прохождения он повстречает различных персонажей. Некоторые захотят присоединиться к вашей армии, некоторые попросят вас о помощи. Тем самым подавив вам очередной квест, а некоторые будут настроены агрессивно и их пыл придется остудить мечом и огнем. Помимо блужданий по окрестностям фэнтезийного мира, главный герой обзаведится своим собственным замком, за которым, как ни странно, необходимо будет ухаживать. При этом механика градостроения будет примерно такой же, что и в играх серии аэроэсов Мик Тант Магич. То есть, практически все уже построено, нужно заниматься лишь улучшениями и не забывать собирать готовую продукцию. Боевая система. Во время боевых столкновений игра переключается в ТН. Боевой режим, где на поле боя располагаются две противоборствующие армии, слева – главные герои его войска, а справа – противники. Стороны наносят атаки поочередно, используя различные навыки и умения, которыми владеют сражающиеся. Сражение происходит в автоматическом режиме, при этом, несмотря на то, что большинством атак руководит искусственный интеллект, у игрока все же есть возможность хоть как-то влиять на происходящее. Например, в определенный момент времени можно активировать сверхмощную атаку, которая поможет выиграть сложный поединок. Графика. Графика в игре Demon Slayer 3 в разы лучше, чем у конкурентов и даже чем в предыдущих частях серии. Детализированные и отлично прорисованные локации, а вернее фоновые текстуры, по которым перемещается фигурка главного персонажа. Пейзажи, хоть эстетические, но все равно завораживают. Главный герой, а также другие живые персонажи игры, обладает набором плавных анимационных движений. Demon Slayer 3, это не просто очередное продолжение популярной серии. Это, практически, новая, самостоятельная игра. Она должна понравиться всем, как игрокам, которые еще не знакомы со вселенной Demon Slayer, так и тем, кто провел сотни часов, бродя по фэнтезийному миру этой игры-легенды. Красивая графика, интересный и захватывающий геймплей, возможность сражаться с другими игроками, как в одиночку, так и в составе гильдии, а также большое разнообразие возможностей, делают эту игру, практически лучшей в своем жанре. Вам понравилось наше видео? Тогда подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.